Рэдьярд Киплинг Ложный рассвет Продолжение следует... Саморес помнил об этом, когда остановил свой выбор на старшей мисс Копли. Саморес был человек скрытный и, с точки зрения мужчин, особыми достоинствами не отличался. Зато пользовался успехом у женщин и был настолько полон самомнения, что мог бы снабдить им весь совет вице-короля, да и штаб главнокомандующего в придачу. В эпоху английского владычества в Индии при высшем английском чиновнике, возглавлявшем всю английскую администрацию в Индии и называвшемся генерал-губернатором, а затем вице-королем, состояло два совета. Исполнительный, своего рода кабинет министров, и законодательный. Примечание редакции. Сам он был гражданский чиновник. Очень многие женщины проявляли интерес к Саморезу потому, вероятно, что он не выказывал им особого почтения. Если знакомство с пони вы начнете с того, что больно щелкнете его по носу, он, пожалуй, и не воспылает к вам любовью, но с тех пор будет проявлять глубокий интерес ко всему, что вы делаете. Старшая мисс Копли была миленькая, пухленькая, хорошенькая. Она покоряла все сердца. Младшая не такая хорошенькая и, на взгляд мужчин, пренебрегающих советом, изложенным выше, не слишком любезная и даже неприятная в обхождении. Обе девицы были одинаково сложены и очень похожи друг на друга лицом и голосом, хотя никто ни на миг не усомнился бы в том, которая из двух милей. Как только они приехали в наш пост из Бихара, Саморез решил жениться на старшей сестре. Бихар при англичанах провинция, входившая в состав бенгальского президентства, расположенная в нижнем течении Ганга, ныне один из штатов Индийской республики. Примечание редакции. Во всяком случае, все мы были в этом уверены, что в конце концов одно и то же. Ей было 22, ему 33, и его ежемесячное содержание составляло около 1400 рупий. Так что, рассудили мы, это во всех отношениях прекрасная партия. Саморез, оправдывая свое имя, был из породы «самразумею», как однажды кто-то его назвал. Разработав проект «Женитьбы», Саморез образовал тайный комитет в составе одного человека и, тщательно все рассмотрев, принял решение выждать подходящий момент. Выражаясь на нашем не очень-то деликатном жаргоне, сестры-копли охотились парой. Другими словами, где была одна, там была и другая. Любящие сестры ничего не скажешь, но их взаимная привязанность порой становилась большой помехой. Саморез делил свое внимание между сестрами, соблюдая строгое равновесие, и никто, кроме него самого, не знал, куда склоняется его сердце. Однако у нас это не вызывало сомнений. Он катался с ними верхом, он танцевал с ними, но ни разу ему не удалось разлучить их хоть ненадолго. Женщины говорили, будто сестрицы неразлучны лишь потому, что не доверяют друг другу и опасаются, как бы одна не опередила другую. Мужчинам такая вещь и в голову не придет. Саморез упорно молчал и усердно ухаживал за обеими сестрами, не забывая при этом о своей работе и о полу. В том, что он нравится той и другой, не было никакого сомнения. Надвигалось лето, а Саморез все не делал решительного шага, и девушки начали терять выдержку, стали нервны и раздражительны. Женщины говорили, что их тревогу можно было прочесть у них в глазах. Мужчины к таким вещам слепы, если только в их натуре не преобладает женское начало. Но кого тогда они интересуют? Я полагаю, что щеки сестер Копли побледнели просто от апрельского зноя. Им следовало пораньше уехать в горы. Никто из нас не становится ангелом с наступлением летней жары. Младшая сестра казалась еще более резкой, чтобы не сказать язвительной. Очарование старшей сильно потускнело, чувствовалось, что оно стоит ей труда. Надо сказать, что пост, где все это происходило, хотя и не маленький, стоял в стороне от железной дороги и довольно много терял из-за этого. В нем не было ни общественных садов, ни оркестров, ни других увеселений, о которых стоило бы говорить. А Далахора, где устраивали станции, был чуть ли не день езды. Не избалованные развлечениями, мы благодарили судьбу и за малое. В начале мая, незадолго до отъезда дам в горы, когда стояла гнетущая жара и в посту оставалось не больше двадцати человек, Саморес пригласил нас на пикник при луне у старой гробницы возле высохшего русла реки в шести милях от поста. Пикник был устроен по образцу Ноева ковчега. Всего собралось шесть пар, включая маменник, сопровождавших девиц, И пары из-за пыли должны были ехать на расстоянии четверти мили одна от другой. Ночные пикники лучше всего устраивать в конце сезона, перед тем, как девицы уезжают в горы. Они способствуют взаимопониманию и должны были бы поощряться маменьками, Особенно теми, чьим дочкам амазонки к лицу. Я знаю один случай, но это уже совсем другая история. Пикник наш мы назвали между собой «Пробки в потолок», Так как все ждали, что Саморес сделает, наконец, предложение старшей мисс Копли. А кроме его романа был еще один, и мы надеялись, что он тоже приведет к счастливой развязке. Атмосфера нашего света была сильно наэлектризована, ее необходимо было разрядить. Мы встретились на плацу в десять. Было невыносимо жарко, и хотя лошади шли шагом, шерсть их потемнела от пота. Но все-таки это лучше, чем томиться в наших темных домах. Когда мы, наконец, тронулись при полной луне, кавалькада состояла из четырех пар — Трио и меня. Саморес ехал между двумя мисс Копли. Я тащился в хвосте процессии, раздумывая о том, с которой из двух он поедет обратно. Все казались довольными, счастливыми, но каждый чувствовал, что-то должно произойти. Двигались мы не спеша, и когда добрались, наконец, до старой гробницы у разрушенного водоема в запустелом саду, где мы собирались устроить привал, время подошло к полуночи. Я замыкал кавалькаду, и перед тем, как въехать в сад, заметил в северной части небосклона прозрачные серовато-коричневые облачка. Но вряд ли кто-нибудь сказал бы мне спасибо, если бы я испортил так хорошо начавшийся пикник. А песчаная буря, в конце концов, не так уж страшна. Мы спешились у водоема. Кто-то захватил с собой банджо, самый сентиментальный инструмент, какой я только знаю, и трое или четверо из нас спели. Не смейтесь над нами. В таких забытых богом постах, как наш, право же не слишком много развлечений. Затем, расположившись под деревьями, мы принялись болтать все вместе или парочками, а осожженные солнцем розы роняли на нас лепестки. Наконец, был готов ужин. Превосходный ужин. Такой холодный, такой замороженный. Лучшего и представить было нельзя. И мы не спешили его окончить. Я уже давно чувствовал, что воздух становится все жарче. Однако никто, казалось, этого не замечал. Но вот скрылась луна, и жгучий ветер начал стягать апельсиновые деревья с шумом, похожим на шум прибоя. Не успели мы опомниться, как на нас обрушилась песчаная буря, и мы очутились в ревущем водовороте тьмы. Остатки ужина вместе со скатертью были сброшены ветром в водоем. Мы не решились оставаться возле старой гробницы, опасаясь, как бы она не рухнула, и ощупью перебрались к апельсиновым деревьям, где были привязаны лошади, чтобы там переждать бурю. Тьма сгустилась еще больше. Нельзя было разглядеть даже собственную руку. Воздух был насыщен пылью и песком, поднятым из пересохшего русла. Песок сыпался в карманы, в сапоги, струился по спинам, забирался в усы и брови. Это была одна из самых сильных песчаных бурь в том году. Мы сгрудились возле дрожащих лошадей. Над головой скороговоркой перекликался гром. Кругом хлистали молнии, словно струи воды из распахнутых створок шлюза. Прямой опасности для нас, конечно, не было. Разве только лошади могли сорваться с привязи. Я встал спиной к ветру, прижав руки к рту и слушал, как ветви деревьев бьются друг о друга. Я не знал, кто со мной рядом, но при первой же вспышке молнии обнаружил, что стою вплотную к саморезу и старшей мисс Копли, а моя лошадь прямо передо мной. Я узнал старшую мисс Копли по Пагри на шлеме. У младшей его не было. Пагри-тюрбан. Примечание редакции. Все электричество, пронизывающее воздух, сконцентрировалось в моем теле. Меня трясло и покалывало. Так дрожит и потрескивает рожь перед грозой. Это была грандиозная буря. Казалось, ветер хватает огромные горсти земли и силой швыряет их вперед. Земля дышала жаром, словно в день страшного суда. Через полчаса буря пошла на уболь, и я вдруг услышал тихий, полный отчаяния, голос, который повторял возле самого моего уха размеренно и глухо точно чья-то заблудшая душа, пролетавшая вместе с ветром. О, Боже! О, Боже! И прямо ко мне на грудь упала младшая мисс Копли со словами «Где моя лошадь? Найдите мою лошадь! Я хочу домой! Проводите меня домой!» Я подумал, что ее напугали молнии и мрак, и сказал, что опасности нет, и надо подождать, пока буря не кончится. Но она ответила, не в этом дело, вовсе не в этом, я хочу домой, ах, увезите меня домой. Я повторил, что пока не станет светлей, ехать невозможно, но она проскользнула мимо и скрылась в темноте. И тут небо расколола ослепительная вспышка, казалось, наступил конец света, и все женщины громко вскрикнули. Сразу же вслед за тем я почувствовал, что мое плечо сжимает чья-то рука, и услышал голос Самореза, кричавшего что-то мне прямо в ухо. Сквозь треск деревьев и забывание ветра я не сразу разобрал, что он говорит, но, наконец, до моего слуха дошло. Я объяснился в любви не той. Как мне теперь быть? У Самореза не было никаких оснований делать мне это признание. Мы никогда не были на короткой ноге, но в ту ночь все мы сами на себя не походили. Он дрожал от волнения. Мне было не по себе от пронизывавшего меня электричества. Я не нашел ничего лучшего, как сказать, вы с ума сошли, объясняться в любви в такое время. Но вряд ли это могло помочь делу. Тут он закричал, где Эдит? Эдит Копли! Эдит была младшая сестра. Я удивленно спросил, а она-то вам на что? Хотите, верьте, хотите, нет. Но следующие две минуты мы орали друг на друга, как одержимые. Он клялся всеми святыми, что с самого начала намеревался предложить руку и сердце младшей сестре. Я до хрепоты в горле доказывал, что он все перепутал. Я ничем не могу этого объяснить, но разве повторяю тем, что все мы в ту ночь были сами на себя не похожи. Все это смахивало на дурной сон. И лошади, бьющие копытами где-то в темноте, и Саморес, уверяющий, что он с первого взгляда влюбился в младшую из сестер, Эдит. Он все еще крепко сжимал мне плечо и умолял сказать, где она. Когда вновь наступило временное затишье, мрак немного рассеялся, и мы увидели, что песчаная туча уже на равнине перед нами. Теперь мы знали, что худшее позади. Луна стояла низко над горизонтом, и по небу развилось тусклое мерцание ложного рассвета, наступающего примерно за час до настоящей зари. Свет этот чуть цедился, а коричневая песчаная туча ревела, как буйвол. Интересно, куда делась Эдит Копли, подумал я. И тут заметил сразу три вещи. Прежде всего, улыбающееся лицо Мот Копли, возникший из темноты и идущий к Саморезу, который все еще стоял, сжимая мне плечо. Я слышал, как девушка шепнула Джордж и просунула руку под свободную руку Самореза, увидел выражение ее лица, выражение, которое появляется у женщины не чаще одного-двух раз в жизни, когда она беспредельно счастлива, и в воздухе поют трубы, и все озарено волшебным сиянием, и небо отверзло свои врата, потому что женщина любит и любима. В тот же миг я увидел и лицо Самореза, когда его ушей достиг голос Мот Копли и фигуру в коричневой полотняной амазонке в пятидесяти ярдах от нас, садящуюся на лошадь. Почему я с такой готовностью вмешался в то, что меня совсем не касалось, я и сам не знаю. Не иначе, как потому, что был страшно взвинчен. Саморез двинулся было к коричневой амазонке, но я оттолкнул его назад и крикнул «Останьтесь здесь и все объясните. Я ее верну». Я бегом кинулся к своей лошади. Мной владела совершенно нелепая мысль, что все должно быть сделано пристойно и по порядку, и что первая забота Самореза — стереть счастливое выражение с лица Мот Копли. Укрепляя мундштук, я ломал себе голову над тем, как это ему удастся сделать. Я скакал за Эдит Копли легким галопом, раздумывая, под каким предлогом мне ее вернуть. Но, увидев меня, она хлестнула лошадь, и мне пришлось пуститься в карьер. Несколько раз она крикнула через плечо «Оставьте меня! Я еду домой! Ах, оставьте меня!» Но мне надо было сперва ее догнать, а уж потом вступать с ней в спор. Наша скачка казалась продолжением все того же дурного сна. Почва была неровной, мы то и дело проносились сквозь вертящиеся, обжигающие дыхание песчаные смерчи, встающие столбами в варьергарде, летящей вперед бурь. Дул раскаленный ветер, неся с собой тяжелый запах точно из заброшенной печи для обжига кирпича. И в этом сумеречном свете, сквозь столбы смерчей, все вперед и вперед по пустынной равнине неслась на сером коне фигура в коричневой амазонке. Сперва мисс Копли держала курс на наш пост, затем повернула и по островкам, выезженной дотла колючей травы, где с трудом пробрался бы и кабан, направилась к реке. В спокойном состоянии мне бы и в голову не пришло скакать ночью по таким местам, но сейчас, когда в небе беспрестанно сверкали молнии, а в нос бил смрад, словно из глубин преисподней, это казалось вполне нормальным и естественным. Я кричал и несся за ней вдогонку, а она, пригнувшись к луке, нахлестывала коня, и тут нас подхватил последний порыв песчаной бури и погнал по ветру, будто клочки бумаги. Долго ли мы так скакали, я не знаю. Мне казалось, что топот копыт и вой ветра тянутся уже целую вечность. Целую вечность гонится вслед за нами чуть просвечивающая сквозь желтый туман кроваво-красная луна. Я буквально насквозь промок от пота. Вдруг серый споткнулся, выровнял был и шаг, но тут же остановился как вкопанный, совсем охромев. Моя лошадь тоже совершенно выбилась из сил. Эдит Копли была в самом плачевном состоянии, шлем ее упал, она была покрыта толстым слоем пыли и горько плакала. «Почему вы не оставите меня в покое?» прошептала она. «Я хочу домой, умоляю вас, оставьте меня». «Вам надо вернуться, мисс Копли. Саморес хочет вам что-то сказать». Говорить так было, конечно, глупо, но я почти не был знаком с мисс Копли, и хотя я сыграл для нее роль проведения ценой своей лошади, я не мог слово в слово передать ей то, что мне сказал Саморес. Я считал, что сам он сделает это лучше. Самообладание окончательно покинуло ее. перестав делать вид, что она просто устала и хочет поскорее домой, она принялась рыдая раскачиваться в седле, а ветер относил вперед ее черные волосы. Не буду повторять того, что она говорила, она совершенно не владела собой. «Вот, с вашего позволения, язвительная мисс Копли. А вот я, почти незнакомый ей человек, и я пытаюсь втолковать ей, что Саморес ее любит, и она должна вернуться и услышать об этом от него самого. Я, верно, все-таки преуспел в этом, потому что она заставила своего серого тронуться с места, и он кое-как захромал обратно к старой гробнице. Буря с ревом умчалась к Амбале, и на нас упало несколько крупных редких капель теплого дождя. Амбала — город между Дели и Симлой. Во времена Киплинга административный центр одноименной области северо-западной пограничной провинции. Примечание — редакция. Она рассказала мне, что стояла возле сестры, когда Саморес сделал то и предложение, и хотела уехать домой и потихоньку там выплакаться, как положено благовоспитанной английской девице. То и дело, прикладывая к глазам платок, она изливала мне душу просто потому, что у нее было легко на сердце, да к тому же истерика еще не прошла. Это было противоестественно, и вместе с тем казалось, что в таком месте и в такое время иначе и быть не может. Во всем мире остались только сестры Копли, я и Саморес, окруженные мраком и огненным кольцом молний, и вывести этот заблудившийся мир на истинный путь должен был я. Когда среди мертвого безмолвия, наступившего вслед за бурей, мы возвращались к старой гробнице, только-только начала заниматься заря. Никто не уехал, нас ждали. Нетерпеливее всех Саморес. Лицо его осунулось и побледнело. Увидев нас, он пошел нам навстречу и, сняв мисс Копли седла, поцеловал на глазах у всех. Это было похоже на сцену из спектакля. Сходство еще усугублялось благодаря напудренным пылью призрачным фигурам мужчин и женщин, которые, стоя под апельсиновыми деревьями, аплодировали ему, словно зрители в театре, где шла пьеса по заказу Самореза. В жизни я не видел ничего менее английского. Наконец, Саморез сказал, что нам пора возвращаться, не то весь пост выйдет на розыске, и не буду ли я так любезен поехать обратно с Мод Копли. Ничто не доставит мне больше удовольствия, сказал я. Итак, мы разбились на пары, всего шесть пар, и подвое двинулись домой. Саморез шел рядом с Эдит Копли, которая ехала на его лошади. Воздух очистился, солнце поднималось все выше, и я почувствовал, что мало по малу мы снова превращаемся в самих себя, обыкновенных мужчин и женщин, а пикник пробки в потолок стоит от всего особняком, вообще не принадлежит к нашему миру, и никогда больше не повторится. Он исчез вместе с песчаной бурей и электричеством, которым был пропитан жаркий воздух. Я страшно устал и еле передвигал ноги, и когда, приняв в ванну, чтобы немного поспать, мне было стыдно за себя. Существует женская версия этой истории, но она вряд ли когда-нибудь станет известной. Разве только Мот Копли захочет о ней рассказать.